МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Макрон сказал, что пойдет воевать на территории Украины. Байден и Шольц не поняли, что именно сказал Макрон. Ну а в Китае тоже кое-что происходит. Черт голову сломит. Но давайте разбираться. В последний день зимы Владимир Путин высадился на Луну, чтобы доказать всему миру, что Россия не страдает от санкционного давления. Там он проинспектировал новые лазерные установки, которые помогут полностью геноцифицировать планету Земля и строить новый биполярный мир. Я бы мог начать эту программу именно так, если бы это было правдой. Но начну с того, что Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. И в принципе то, что в своем послании говорил Путин, сопоставимо с той чепухой, которую я специально нес вначале. То есть и то, и то полная ахинея. Есть в России такое театрализованное шоу для Путина, где он якобы отчитывается перед парламентом за все сделанное и не сделанное. А внешние и внутренние политики, ну и прочим. Депутаты задумчиво кивают головами и слушают Путина. Впервые послание Федеральному собранию в сегодняшнем его виде было озвучено 24 февраля 1994 года. Ну и с тех пор оно стабильно звучит раз в год. Ну почти стабильно. Каждое послание Федеральному собранию – это прежде всего взгляд в будущее. И сегодня речь пойдет не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах. О тех вопросах, решения которых считаю принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны. Конечно, Путин начал свою речь с войны. Популярная в России штука, сказал диктатор, как отрезал. Когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Чтобы да, так нет, говорят в Одессе в таких случаях. В украинской, если что, Одессе. Так вот, российское издание «Медуза» опубликовало материал, в котором утверждается, что так называемое ядро сторонников, так называемое СВО, стремительно тает. Не зная методологии, при помощи которой считали исследователи, но 8 лет скрытой войны и вот уже третий год открытой, подозреваю, даже скрипоносному населению порядком поднадоели. Путин как носил дорогие итальянские шмотки и швейцарские наручные часы, так и носит. А вот простому россиянину, скорее всего, придется вгрызаться в мерзлую землю Донбасса. У Путина это, кажется, называется то ли демилитаризацией, то ли деноцификацией. Я уже сейчас точно и не припомню. 20 минут. Это приблизительно одна шестая часть его выступления. Именно столько. Путин в этот раз говорил о войне. И это совсем немного по сравнению с тем, что было раньше. Путин грозил пальцем нехорошему Западу, как бы разговаривая с мнимым Макроном. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие. Да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. Но Макроне позже, пока Путин. Путин говорил и говорил о ракетах, которыми наносят удары по Украине. И о лазерах, как ни странно, тоже говорил. Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». «Пересвет» — это и есть российская лазерная установка, которую пока, правда, никто так и не видел в действии, в отличие от британского лазера «Драгонфайра», о котором я вам рассказывал в одной из прошлых программ. В эффективности «Пересвета» сомневаются даже сами россияне. Вот, смотрите сами. Однако его эффективность напрямую зависит от погодных условий. При благоприятных погодных условиях он работает идеально. Но в условиях тумана, дождя или снега могут быть проблемы. Ну и, конечно же, короночка. Путин запел про «Сарматы». Войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Точнее, про «Сарматы» до этого пел его пламенный поклонник и депутат Госдумы Денис Майданов. Если забыли, напоминаю. На Соединенные Штатушки против США направлена вся информационно-пропагандистская машина Кремля. Штатам Путин тоже уделил достаточно внимания. Мы готовы сотрудничать с ними, кричал он. Мы готовы договариваться о глобальной безопасности. Но нет. Такое впечатление, что Россия уже победила США. Да, успехи у них все же есть. Российские военные подбили «Абрамс». Один единственный танк «Абрамс» – американский танк. Тот самый. Радости не было предела. В соцсетях радовались российские военные блогеры и военкоры. И перепощивали, перепощивали вот это видео. В общем, вы можете себе представить, сколько было радости по поводу подбитого «Абрамса». Деносификация в действии. Путин торжествует. Русская весна в самом разгаре. Но тут неудобный моментик вышел. Российские пропагандисты нашли на радостях того самого российского героя – простого парня с позывным «Рассвет», который якобы и подбил клятую американскую технику российским дроном из китайских запчастей. На радостях нашли и его командира. Командира этого героя. И вот незадача. Позывной этого командира – «Коловрат». Для тех, кто по каким-то причинам этого не знает, «Коловрат» – это древний славянский символ солнца, плодородия, ну и тому подобное. Но при этом это еще и знак, как бы это сказать, чтобы русскому уху не слишком больно было. Ну, в общем, «Коловрат» – это черное солнце с восемью лучами. Это двойная свастика. Я даже не уверен, что могу вам показать этот символ на экране, чтобы не нарушить целый свод разных законов и не попасть в ванн в интернете. В общем, «Гугл» вам в помощь. «Коловрат» вы там точно найдете. Только как же тогда... Искоренить нацизм. Решить все задачи специальной военной операции. Да, неудобно вышло. Неудобненько даже целое свите российских пропагандистов. Танк был уничтожен бойцом с позывным «Коловрат». Это немножечко смешно. Ну, хотя как смешно. Я до сих пор, правда, не знаю, а сам «Коловрат», вот это вот черное солнце, он входит у нас в список запрещенных экстремистских символов? Да или нет? Вопрос. Мне даже иногда кажется, что Путин мечтает эмигрировать в США. Так много и задорно он говорит об этой стране. Что по Фрейду означает «вербализирует свои скрытые желания». В своем пламенном спитче в адрес Белого дома Путин назвал вбросами обвинения России в планах разместить оружие в космосе, бредом утверждения, что Москва готовится напасть на Европу, и демагогией заявлений американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности. А что же Путин пообещал своей внутренней, так сказать, аудитории? Он анонсировал запуск сразу пяти новых национальных проектов. Идея таких проектов не нова. Он еще в 2018 году заговорил сразу о 14 таких проектах. Но что-то, как обычно, в России пошло не так, и даже ручная Госдума эти проекты раскритиковала. В 2019-м депутаты заявили, что правительство выполнило только 20% от этих проектов. Что же, это вам не глобальный мир строить? Мелковато, что ли? Другое дело на Украину войной пойти. Даже эту самую войну не объявив. Или угрожать Лондону и Берлину ядерными ракетами. Ну, и как мы знаем, все в мире циклично. Войной начал, войной и закончил. К концу своего выступления российский диктатор заговорил о новых элитах. Теперь, по его мнению, к этому классу должны принадлежать военные. Подлинная, настоящая элита. Это все, кто служит России. Труженики и воины. Надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России. Достойные люди. Тут бы и закончить о послании Путина к федеральному собранию. Но я хочу обсудить с вами детали. Ну, а кто лучше всех, обращая внимание на детали. Понятное дело, таблоиды. Британская газета The Sun проанализировала, как выглядел Путин на сцене в гостином дворе. Профессор Эрик Бьюси, эксперт по языку тела, сообщил таблоиду, что, цитирую, разъяренный тиран прихрамывал, поднимаясь на трибуну, а затем напрягся, пытаясь представить из себя спасителя-силача. Речь Путина, заслоненная огромными декорациями и спрятанная за трибуной, была слабой попыткой предстать в роли сильного человека и одинокого спасителя России. Вместо этого он выглядел изолированным и больным, когда идет прихрамывая на трибуну. В течение двух часов Путин постоянно переминается с одной ноги на другую, его лицо выглядит одутловатым и бледным. Профессор Бьюси подчеркивает, Путин хоть и самостоятельно выходит на трибуну, но камера отведена назад, так что вблизи его походку было не разглядеть. Показалось, что он опирается на одну ногу и идет слегка прихрамывая. Он ни разу не отошел от подиума, и ни одна часть его тела за трибуной не была видна. Похоже, он переносил свой вес с одной стороны на другую, распределяя нагрузку на ноги, чтобы хоть как-то удержаться на них. Изолированное положение на сцене – это попытка представить его как единственный политический голос нации, в одиночестве выступающий на огромной сцене и передающий единственное разрешенное официальное мнение нации. Спектакль на Западе, короче, никого не убедил. Да, кстати, в этот раз впервые за последнее время пригласили и иностранных журналистов. Но в сам гостиный двор, конечно же, не пустили. Вместо этого предложили посмотреть путинское шоу в кинотеатрах. Как минимум 17 кинотеатров транслировали это послание. Ну и ясное дело, огромные рекламные экраны в Москве тоже показывали прохожим живого Путина. Наверное, это должно было их впечатлить. Ведь до выборов Путина остаются считанные дни. Вдруг люди клеточки в бюллетенях перепутают. Ну и самое главное, Путину удалось сделать так, что Навального похоронили не до, а после послания Федеральному собранию. Очень удобно делать вид, что ничего не произошло. Ну а об этом уже в следующем блоге смотрите сами. И не забывайте комментировать, если смотрите программу в интернете. Навального похоронили. Очевидно, мать российского оппозиционера все же достигла каких-то договоренностей с властями. Тело отдали и разрешили провести публичные похороны. Даже в церкви отпевали. Но и с этим есть нюансы. Давайте обо всем подробно. Итак, отпевание происходило в храме Утопимой и печали в Москве. Навальный перед смертью выступал против военной агрессии России в отношении Украины. А вот священники этого самого храма не совсем. Дорогие наши воины, наш храм в Москве, честь иконы Божьей Матери Утопимой и Печали, собрал средства скромные. И вот на эти деньги мы смогли купить этот автомобиль для того, чтобы он вам помогал в том деле, которое вы сейчас совершаете, в ратном труде. А мы будем за вас всех молиться. Храни вас всех Господь и желаем вам всего самого-самого доброго, чтобы вы все в добром здравии вернулись домой после победы. Храни вас всех Господь. Ну, насколько разбитая Нива поможет сотням тысяч солдат оккупационной армии вернуться с победой домой, судить, конечно, не мне. Я могу лишь в этом усомниться. А вот храм это очень неплохо характеризует. Кстати, на заметку за патриотом и сторонником захватнической войны против Украины. Одно одеяние Папа и РПЦ в среднем тянет на десяток-полтора таких Нив. Очевидно, война – дело не самое богоугодное, но да бог с ним. В день прощания с Навальным храм окружили полицейскими кордонами, да и сама российская столица явно перегибала с мерами безопасности. Видимо, очень уж переживали в Кремле, чтобы прощание не превратилось в то, чего больше всего боится Путин. Надо было довести обязательно до госпереворота. Путин может спать спокойно. Госпереворота не произошло. Даже то, что люди просто смогли прийти на прощание с Навальным и принести цветы, российские более-менее независимые обозреватели назвали невероятной смелостью. Хотя, конечно, справедливости ради антивоенные и антиправительственные настроения были. Чего уж греха таить. Смотрите сами. «Вернуть солдат домой!» «Вернуть солдат домой!» «Кого на похоронах не было? Не было представителей власти. понятно, предсказуемо, ожидаемо. Но не было и детей Навального и его жены. Они за границей. И, вероятно, приезжать им на родину совсем небезопасно. Юлия Навальная уже заявила, что готова продолжать дело мужа. Прощальное слово она сказала, точнее написала в инстаграме, где поблагодарила Алексея за все 26 лет брака. Похороны действительно были массовыми, хоть и проходили в ускоренном режиме. Многие физически просто не смогли под эти гробы положить цветы. Путин настолько труслив, что боится даже мертвой оппозиции. Я, положа руку на сердце, не до конца понимаю, как теперь эта оппозиция будет хоть что-то делать в России, если почти вся она сейчас в Европе. Да и что она может сделать? Ведь идея, чтобы только не так, как в Украине, чтобы все мирно и спокойно до сих пор преобладает в головах. А Путин и его приспешники добровольно власть отдавать явно не собираются. Это очевидно всем. Кроме того, сможет ли Юлия Навальная продолжить дело мужа и повести за собой народ? Тоже большой вопрос. Я лично пока не услышал конкретной позиции. Не был озвучен хоть какой-то план действий, как все это в принципе может выглядеть, пока непонятно. Но то, что власть боится, это обнадеживающий сигнал. Если вы смотрите этот выпуск в интернете, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Навального должны были обменять. Обменять на офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает пожизненное наказание за убийство чеченца в Германии. В 2019 году, я напомню, Красиков застрелил чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Причем кровь Хангашвили не единственная кровь на руках ФСБшника Красикова. В 2007 году Красиков и два его подельника расстреляли главу общества предпринимателей и городского депутата Костомукши в Карелии Юрия Козлова. Уголовное дело было возбуждено почти сразу, но, несмотря на свидетельские показания, никого тогда не привлекли к ответственности. Ну, а расследование, понятное дело, замерло. Задержение Красикова в Берлине комментировали первые лица России. Москва прикладывала значительные усилия, чтобы выменять Красикова на премьерно американского журналиста Гершковича, осужденного в России за шпионаж. Непрозрачные намеки на это транслировал президент Путин во время того самого интервью Такеру Карлсону, которым так гордится Кремль. Смотрите сами. Я хочу задать еще один вопрос. Иван Гершковиц, ему 32 года, американский журналист, он находится в заключении уже в течение более чем года. Это большая история в США. Я хочу спросить у вас, вы готовили бы в качестве жеста доброй воли освободить его, для того, чтобы мы отвезли его в США? Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Информацию о, вероятно, готовящемся обмене распространило руководство ФБК. Но насколько реально, что такой обмен готовился, сказать сложно. Сейчас объясню свой скепсис. Если Навального реально хотели обменять, то зачем же его тогда убили в тюрьме? А в том, что политика именно убили, сегодня мало кто сомневается. Это уже какая-то целая теория Загорвора получается. Да и кроме того, у меня, вы уж простите, есть циничный вопрос. А зачем, собственно, немцам? Навальный? Чтобы что? Даже если бы они его у себя спрятали, и он мог из Германии вести какую-то политическую деятельность, то что им, немцам, с этого? В логике этой версии получается, что немцы всеми силами должны были бы хотеть привести Навального в России к власти. А так ли это? В этом деле много неизвестных. Все в лучших традициях российских спецслужб, которые то шпили рассматривают в местах, где людей убивают новичком, то штурмуют школу в Беслане, в результате чего гибнут ни в чем не повинные дети. Почему тело Навального так долго не отдавали матери? Установить, что человек умер от оторвавшегося якобы тромба, сущий пустяк в современных условиях. Российские журналисты выяснили, что смерть была, что называется, некриминального характера, то есть без огнестрелов. А затем распространили сведения о том, что местным патологоанатомам запретили делать вскрытие. Ну и странные синяки, которые якобы не от побоев, а в результате каких-то иных действий. Что это? Руководитель международной расследовательской группы Балинкет Христо Грозев в интервью писателю Михаилу Зыгарю рассказал, что очень скоро надеется полностью расследовать это дело и выяснить, при каких же обстоятельствах умер российский оппозиционер. Во-первых, я считаю, что это условный новичок по-любому, потому что это заканчивание того, что они новичком пытались сделать в 2020 году. Очень вероятно и очень возможно, что они попробовали бы это сделать и закончили бы это дело именно тем способом, потому что иначе оставляется очередное незаконченное убийство новичком, в которое они вложили, инвестировали столько года и столько денег, столько миллиардов. Новичок или нет, мне сказать сложно. И думаю, что при жизни Путина действительно расследовать это дело будет на грани невозможного, но не будем делать поспешных выводов, посмотрим, что же удастся найти журналистам-расследователям. И тогда сможем оценить, насколько доказательства убедительны. Я всегда вас призываю обращать внимание на детали, а в этом случае наоборот. Давайте абстрагируемся от них и посмотрим на ситуацию как бы со стороны, более обширно, так сказать. Что же произошло? Человек умирает в тюрьме при странных обстоятельствах. Его тело прячут, а мать покойного шантажирует и угрожает тайно его похоронить где-то в колонии, хотя это прямое нарушение норм не только общечеловеческих, но и российских законов. Тайно хоронят только террористов, которые погибли в результате совершенного ими же теракта, ну а на территории колонии хоронят только тех, чьи родственники отказались похоронами заниматься. Очевидно, что в случае с Алексеем Навальным оба варианта не подходят. Ну а если смотреть на ситуацию широко, то мне кажется важным вот какой факт. Российские суды сразу как минимум в четырех регионах приравняли фамилию Навального к экстремистской символике. Интересно, его однофамильцев и родственников в этой логике должны были бы сразу арестовать, что ли? Россия удивительная страна с удивительными подходами ко всему. Кажется, уже вот просто нечему удивляться, но нет. Оказывается, есть. Логика таких решений вот какая. Суды назначили административные аресты из-за надписи «Навальный» на плакатах. В своих постановлениях они ссылаются на то, что ФБК, который признан экстремистской организацией, неоднократно использовал имя и фамилию Алексея Навальный. Железно, правда? Понятно, что похороны без арестов не прошли. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах России полиция задержала более 120 участников акций памяти Алексея Навального. Повторюсь, власть, очевидно, очень боится. Если даже очередей при сборе подписи в поддержку вполне себе карманного оппозиционера надежды набоялись. Что ж, людей с плакатами надписью «Навальный» боятся и подавно. Катафалт. Это тоже, лично для меня, очень странная история. Организаторы похорон не могли найти машину, в которой бы отвезли гроб с телом покойного на кладбище из морга. Это уже настолько нужно бояться последствий, чтобы не оказать обычную ритуальную услугу. Кстати, зал для прощания так найти и не удалось. Ну а Борисовское кладбище, где, собственно, Навального и похоронили, в день похорон было закрыто для посетителей. Безо всяких объяснений. Воистину, Россия – страна традиционных ценностей, не иначе. Правда, попахивает каким-то варварством, если честно. В Европе однозначно уверены, что смерть Навального на совести, если такова, конечно, есть, Путина. Европарламент принял резолюцию в связи с убийством политика. В ней, кроме прочего, еще и открыто поставлена под вопрос легитимность президента России Владимира Путина. Сурово что-то в последнее время старушка Европа. Видно, ее подзадолбало все, что происходит на континенте. И даже те, кто в былые времена слыли с симпатиками Путина, сегодня откровенно заявляют, что готовятся к прямой конфронтации. Да, я, наконец-то, дошел до Макрона. Подробно уже в следующем блоке. Смотрите сами. На днях в Париже проходил саммит лидеров европейских стран. И на этом, значит, саммите. Иммануэль Макрон объявил о создании коалиции, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности Украине. Так называемая коалиция глубоких ударов. С каждым новым появлением Путина на публике все все больше понимают, что ни о какой деэскалации речи не идет и не предвидится. Путин окончательно слетел в катушек. Он и сам бы уже эту войну хотел бы закончить, но проигрывать не умеет и не хочет. Вот и трясет своими сарматушками с телеэкранов. Как мы все уже убедились, смена режима в России не предвидится и ближайшие шесть лет, где бы мы ни жили, нам всем придется вслушиваться в словесный поток российского диктатора. А вдруг он проснулся с мыслью потянуть ручонки к заветной красной кнопке. В воздухе появляется такое количество, столько сотен, сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. В общем, в Москве готовность Европы наконец-то дать Путину по челюсти не понравилась никому. И жителям Кремля, и либеральной тусовке, которая как раз скорбела по Навальному. Но сама делать ничего особо и не собиралась. И тут Макрон, слывший ранее Путин ферштейнером, выдает, что не исключает отправку западных войск в Украину. Немая пауза застыла не только в этой студии, но и в Париже, где, собственно, те самые западные лидеры заседали. Один за другим эти лидеры заговорили о том, что, мол, речь о прямом вмешательстве в войну в Украине не идет, что, мол, Макрон что-то перепутал, ну или неправильно понял. И среди этих скептиков немецкий канцлер Олаф Шольц. Генсек НАТО, Йенс Толтенберг, тоже поднапрягся. Он явно был не готов к тому, что к концу его каденции в кресле генсека Макрон намекнет, что безопасность в Европе, собственно, дело рук и самой-то старушке Европы, а не только украинских вооруженных сил. Говорил Макрон путально и туманно, чтобы, как нам потом сказали, сбить с понтолыков кремлевских военачальников и продемонстрировать решительность западных стран. Сегодня нет консенсуса касательно того, чтобы отправить сухопутные войска официальным, предусмотренным и утвержденным способом. Но в динамике нельзя ничего исключать, пояснил позже Макрон. В Москве, как мы могли видеть, французского президента услышали. Отчего Путина и трясло во время послания к федеральному собранию. Лавров поехал в Турцию нести путинский месседж о том, что Запад напал на Россию и понеслось в общем. У него просто по Фрейду вырвалось то, что у них на уме. Ведь до этого все говорили, нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что на этом Путин не успокоится и будет захватывать Прибалтику, Польшу, Финляндию. И, оказывается, по выражению открытому, недвусмысленному господина Остина, все совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может. Откуда вообще в этой истории возник Остин, спросите вы? 29 февраля американский министр обороны вынужден был объясняться перед Конгрессом за то, что никому не сообщил, что пошел на больничный в начале января. И вот во время слушаний в Конгрессе Остин недвузначно намекнул. Намекнул, что если Украина вдруг проиграет, то Путин не остановится. Он продолжит атаковать и захватывать суверенную территорию своих соседей. Это прямая, между прочим, цитата. И если вы балтийская страна, вы очень беспокоитесь о том, не окажетесь ли вы следующими. И поэтому они знают Путина, знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина проиграет, то я действительно считаю, что НАТО будет воевать с Россией, заявил в Конгрессе Остин. Ну и помните, два месяца назад я говорил вам об этом в одной из предыдущих программ. Издание Bild писало, что Германия, в принципе, готовится к российским атакам. В Бундесвере прорабатывают возможные сценарии нападения Москвы на их страну и просчитывают варианты ответа на потенциальную пока агрессию. В этой всей катавасии заявлений важен контекст. Сейчас Украина испытывает снарядный голод. По некоторым оценкам, Россия, переведшая свою экономику и производство наварийной рельсы, сейчас способна производить до 2,5 миллионов снарядов в год. Глава внешней политики ЕС Жузеп Боррель заявил, что Евросоюз скопом может изготовить до 1,4 миллиона снарядов ежегодно и еще 1,2 миллиона могут произвести в США. То есть одна Россия производит столько, сколько все западные страны вместе взятые. В Международном институте стратегических исследований пришли к выводу, что для ведения эффективной обороны в месяц Украине потребуется от 75 до 90 тысяч снарядов. Ну а для эффективного наступления 200-250 тысяч снарядов в месяц. В общем, проблема есть. С ракетами дальнего радиуса действия тоже не все, слава богу. Германия то намекает, что не против бы едать свои Таурусы Украине, чтобы та могла отрезать российский тыл от передовой. То Бундестаг проваливает голосование по этому вопросу. Если вы вдруг подумали, что российское лобби в Европе исчезло, то нет. Оно просто ослабло, но сейчас снова поднимает голову. Французская газета Le Monde пишет, что во Франции размышляют над тем, чтобы разрешить своему спецназу и другим военным пересекать границу Украины, что, мол, и так с самого начала полномасштабной войны в Украине находились многочисленные тайные агенты западных спецслужб. Дипломаты под прикрытием, советники, внедренные в украинские штабы или спецназ всех типов. Французский спецназ, бойцы которого не относятся к тайным агентам и подчиняются к генштабу, не пересекают пока украинскую границу, чтобы обучать украинских солдат или контролировать поставки вооружений. Они приезжают в соседние страны. Но сейчас, пишет Le Monde, французы серьезно задумались, а не дать ли возможность этим военным инструкторам пересекать все же украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями. Издание предполагает, что солдаты из Франции или других стран смогут присутствовать на объектах наземной противовоздушной обороны, что потенциально сделает некоторые районы Украины безопасными и серьезно ограничит удары российской армии. Это также может оказаться важным, когда в Украину прибудут американские самолеты F-16. Другая французская газета Le Figaro пишет, что Макрон проведет 7 марта встречу со всеми политическими силами Франции, чтобы обсудить возможную отправку субхопутных войск в Украину. Елисейский дворец направил приглашение лидерам партии, представленных в парламенте. И тут понимаете, какая штука. Разные страны в мире, вне зависимости от того, являются ли они членами ЕС или НАТО, могут принимать суверенные решения. Отправлять куда-либо свой контингент или нет. Путин это хорошо знает, поэтому и покрывается испариной. Ведь основной расчет был, что то самое правило консенсуса, когда коллективное решение принимается единогласно, и станет яблоком раздора между союзниками и Украина, в конечном счете останется один на один с Москвой. А нет, есть и другие варианты. Что общего между Александром Лукашенко и Маргаритой Симоньян? У Лукашенко, как мы помним, есть карты. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. А вот у российской пропагандистки есть аудиозаписи, на которых якобы высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Керченский мост, так, чтобы Шольц мог якобы и дальше делать вид, что он тут ни при чем. Симоньян вывалила в сеть расшифровку разговора на русском языке и, собственно, саму аудиозапись, соответственно, на немецком. Откуда же Маргарита взяла эту запись? Сама говорит, что подогнали товарищей в погонах. Немецкие СМИ пишут, что, скорее всего, запись оригинальная. Ну а канцлер Германии отвлекся от споров с Макроном и заявил возможные серьезные утечки в своих спецслужбах. А что вы думаете, штази все вымерли, что ли? Нет, они теперь просто работают не на КГВ, а на ФСБ. Вот и все. Симоньян утверждает, что на записи разговор между начальником отдела операции и учений командования ВВС Бундесвера Франком Грефе, инспектором ВВС Инга Герхардсом и сотрудниками Центра воздушных операций космического командования Бундесвера Штефаном Фенске и Фроштете. Его имя пропагандистка не называет. Понимаете, тут какая штука. Я, как и немецкие СМИ, могу предположить, что запись действительно оригинальная. В этом нет ничего такого. Но Симоньян, очевидно, надеялась на то, что немецкого, как и она, никто не знает. Бессовестно врет. Люди на пленках как раз обсуждают, что важно делать все так, чтобы Германия не оказалась стороной конфликта, а только чтобы передала Таурусы украинской армии, а та и сама справится. Речи о том, что солдаты Бундесвера якобы будут бомбить мост, нет. Никто об этом не говорит. Это же насколько нужно одержать всех за идиотов, чтобы выложить запись и врать о том, что на этой записи есть. В общем, смотрите сами, конечно. Ну а в следующем блоке программы поговорим о дружбе Москвы и Пекина. Так ли она крепка, как нам пытаются доказать? Давайте разбираться. В российских телеграм-каналах ходит вот этот мем. За столом китайские драконы и, очевидно, русские медведи едят американского орла, который уже на столе. Уж очень восторгаются по поводу этой картинки российские пользователи мессенджера Телеграм. Вот так, мол, должен выглядеть биполярный мир. Очевидно, они перепутали биполярный мир и биполярное расстройство, при котором психические состояния сменяют одно другое без влияния каких-либо внешних факторов. От печали до радости, так сказать. Ну или от ядерного обрязания до мирных переговоров в случае с Путиным. Тут такое дело. Спецпредставитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй отправился в турне. Его маршрут пролегает через Украину, Россию, страны ЕС. Едет он снова прощупать почву. А не пора ли начать мирные переговоры? Китай хочет спокойствия. Хочет российского газа, хочет европейский рынок и не хочет американских санкций. Это уже второй раунд Китай скачал ночь на дипломатике, когда Пекин пытается помирить всех со всеми. Пока, правда, безуспешно. Китай неоднократно заявлял, что будет держать нейтралитет, но при этом Россия получает из Китая электронику для своего военного производства. Российский МИД 3 марта заявил, что переговоры – это неплохо, но с учетом российского интереса. Мы же понимаем, в чем этот интерес, собственно, состоит. Территории Азовска, как минимум море, ну и какой-то непонятный внеблоковый статус. То есть, по факту, Украина должна отказаться от собственного суверенитета в угоду путинским имперским амбициям. Китайцы не в восторге от ядерного шантажа Путина. Официальный Пекин неоднократно об этом заявлял. Ну а Путин, в свою очередь, то говорит о безграничной и приграничной дружбе и всеобъемлющем партнерстве, то снова и снова сотрясает воздух ядерными угрозами. Кстати, послание Путина федеральному собранию тоже не осталось незамеченным в Поднебесной. Пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин напомнила Путину, что, цитирую, «в ядерной войне не будет победителей». Китай призывает все стороны сохранять сдержанность. Сообщение короткое, но вполне внятное. Это вам не Захарова после второй рюмки. Что-то я отвлекся. Вот ведь какая занимательная математика. Financial Times давеча опубликовал очень интересную статью. В ней говорится, что в распоряжение журналистов попали барабанная дробь, секретные документы России. Как выяснилось, всеобъемлющая дружба с Китаем заключается в том, что много к ряду лет Москва готовится к вероятному вторжению своих восточных соседей и разыгрывает даже ядерные сценарии. Мне, например, это очень напоминает прежнюю дружбу Украины с Россией, когда первую вгоняли во все большую зависимость от последней, ну а потом война, как мы все можем сегодня наблюдать. И это прямо какая-то суперирония. В одном из сценариев военной игры Китай оплачивает подставных демонстрантов для столкновений с полицией на Дальнем Востоке России, затем направляет диверсантов для тайного нападения на российскую инфраструктуру безопасности. Когда же напряженность достигает точки кипения, Китай наращивает оборонительное производство и размещает армейские подразделения на границе, при этом обвиняя Россию в геноциде. Тут, собственно, даже добавить нечего. Интересно, заложены ли были в такую концепцию похороны Навального? И могли ли они по сценарию перерасти в гражданское противостояние или, упаси господи, антиправительственный протест? Или вот еще, платили ли китайцы Пригожину за его псевдопуч? Интересно, после того, как документы попали в публичное пространство, говорили ли об этом российские и китайские дипломаты? Что думаете? Пишите в комментариях, если смотрите программу в интернете. Кстати, в аккурат 3 марта 1969 года между Россией и Китаем, точнее тогда Советским Союзом и Китаем, произошел российский кризис. Или, если хотите, вооруженный конфликт в районе острова Даманского. А Китай-то тогда всего лишь хотел вернуть историческую справедливость и вернуть свои законные территории, ошибочно попавшие в распоряжение России еще в далеком 1860 году. Ну и прекратить русификацию местного населения, соответственно. Все завершилось лишь в 2004 году, когда Пекин официально все же подтвердил, что остров находится в юрисдикции Российской Федерации. Короче, дегтю в этом медовом месяце Пекина и Москвы достаточно. А тут еще и кукуруза. Что за кукуруза, спросите вы? Украинская фуражная кукуруза, отвечу вам я. В Москве сейчас серьезно обеспокоены тем, что той самой украинской кукурузы Китай уже закупил как минимум 240 тысяч тонн. По цене около 230 долларов за тонну. И как вы думаете, эта кукуруза как попадет в Китай? Правильно, по Черному морю, где российский Черноморский флот потерял всяческую возможность кошмарить Украину. Вот такая вот история о китайско-российской дружбе, ядерных ракетах и украинской кукурузе. Ну а вы смотрите сами. Выводы в конечном счете делать только вам. Ну вот на сегодня и все. С вами был Владимир Унец и программа «Смотрите сами». Надеюсь, вам было интересно. Нетерпением жду новой встречи на следующей неделе.